Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Чугенко Вячеслав. Я представляю онкоцентр отделения химиотерапии, который занимается всеми солидными опухолями, которые существуют. И сегодня наша задача поговорить о том, как мы можем увеличить эффективность нашей иммунотерапии. Да, целью работы медицинского онколога для всех нас является увеличение продолжительности жизни пациента. Но мы знаем на сегодняшний день, что иммунотерапия помогает всего лишь каждому пятому пациенту. То есть фактически на круг при разных локализациях до 20 процентов могут быть излечены. Как же увеличить эффективность данного метода, что может быть попытаться уйти от известных традиционных цитостатиков. И все-таки повлиять на естественную историю роста злокачественных опухолей и повлиять на продолжительность жизни пациента. Конечно, одним из путей является возможность комбинации воздействия на микроокружения с помощью иммунологических препаратов и препаратов, которые действуют на какие-то патогенетические особенности развития опухолевых клеток. А что это? Это и белки клеточного цикла, это и сигнальные пути, это и сосуды, это и метаболизм опухолевых клеток и много-много-много другое. В том числе и эпигенетическая терапия. Задача сегодняшнего обсуждения рассказать о том, как и зачем комбинировать иммунологические препараты с препаратами, которые действуют на сосуды, то есть на формирование сосудов в опухоли и насколько эффективна данная комбинация. Теоретически предпосылками для комбинации, конечно, является либо, как известно, нажать на газ, то есть активировать антигенпрезентирующие клетки и активировать клетки эффекторные, Т-лимфоциты, чтобы они напали на опухоль и, грубо говоря, ее съели. И второй момент это нажать отпустить тормоз, то есть влиять на какие-то структуры, которые тормозят функцию иммунной системы. А что это? Как раз основным компонентом является сосудистый энтериальный фактор роста, о котором мы поговорим, который обладает ингибирующим влиянием на функцию иммунной системы. Второе, это получается блокировать секрецию провоспалительных цитокинов опухолевыми клетками. Третье, это снять негативно-регуляторное влияние с микрокружения, влияя на милоидные клетки предшественников или на Т-регуляторы. Ну и четвертое, как аспект, влиять на сигнальные пути, которые как раз тормозят активность иммунной системы. Так вот, что касается влияния на сосудистые русла или на сосудистые факторы и возможность комбинации этого влияния с иммунотерапией. Оказывается, сосудистый энтериальный фактор роста, он блокирует представление опухолевого антигена фактически на каждом этапе. На этапе захвата этого антигена презентирующей клеткой, на этапе представления, на этапе активации самих антиген презентирующих клеток и Т-лимфоцитов, на этапе миграции Т-лимфоцитов к опухоли и на этапе атаки этих Т-лимфоцитов на клетке опухолевой ткани. Соответственно, конечно теоретически блокада данного фактора сосудистой интеллиальной фактор роста то есть это и либо леганда который циркулирует в крови либо рецептора который находится на на поверхности клеток может теоретически способствовать увеличению эффективности иммунотерапии и вот это собственно теоретическое обоснование она привела к тому что был проведен ряд при клинических исследований которые продемонстрировали преимущество данного подхода и на сегодняшний день есть результаты клинических исследований которые реально изменили клиническую практику онкологов это касается и заболевания почки это касается и гептоцеллярного рака это касается эндометриальной карциномы где комбинации иммунотерапии с антиангиогенной терапией приводит фактически к двукратному повышению эффективности безусловно с точки зрения практической медицины это важное важное преимущество и действительно реальная помощь нашим пациентам безусловно не стоит забывать с точки зрения эффективности и а токсичности до данной до данной терапии токсичность когда мы используем несколько препаратов которые действуют на разные мишени она может потенцировать друг друга здесь надо помнить об иммуноопосредованных реакциях которые возникают могут возникать на фоне иммунотерапии и на реакциях которые возникает при использовании препаратов которые действуют на сосуды а что это перфорация желудочно-кишечного тракта повышение давления изменение функции почек появление белка в моче и так далее так далее то есть об этом стоит помнить но когда ты или практически онколог уже на сегодняшний день понимает возможность развития этих побочных эффектов за ними можно следить и вовремя и правильно ими управлять безусловно несмотря на теоретическое обоснование несмотря на клиническую эффективность и на возможную токсичность остается и нерешенный вопрос нерешенные вопросы в плане того а когда комбинировать по времени какие препараты целесообразнее комбинировать ингибиторы тирозинки нас или моноклональные антитела какие предиктивные маркеры для того или иного вида терапии то есть эти вопросы еще требуют дополнительного изучения спасибо